Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы на канале первые видео авторынок. Если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы советовали подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересного, а главное полезного материала о том, что касается выбора и покупки поддержанного авто, в том числе и обзора на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. Герой нашего сегодняшнего сюжета это компактный легковой автомобиль, относящийся к классу B+. Машина на российском рынке очень распространенная, она продавалась здесь когда-то новой, и ее сборка даже была в свое время локализована на заводе Volkswagen в городе Калуга. Этот автомобиль наверняка попадет в поле зрения тех, кому интересен левый руль-автомат как вариант, либо просто максимально свежий автомобиль, при этом вместительный. Ведь у нашего сегодняшнего героя кузов довольно редкого форм-фактора. лифтбэк визуально напоминает седан, но при этом имеет все преимущества хэтчбэка в том, что касается практичности. О том, про что следует помнить, выбирая поддержанную Шкоду Рапид первого поколения, в нашем сегодняшнем обзоре. Шкода Рапид Первое поколение Шкоды Рапид появилось в 2012 году. Конвейерная жизненная модель была довольно продолжительной по современным меркам в 8 лет. Последние экземпляры первой генерации покинули сборочные линии в 2020-м. На европейский рынок эти машины предлагались как в варианте лифтбэка, так и хэтчбэка с укороченным задним свесом. Но на отечественном рынке представлен только лифтбэк. Гамма агрегатов на российских Рапидах также была сокращена. У нас официально не продавался младший двигатель трехцилиндровый 1,2 литра на 75 лошадиных сил. Так что под капотами этих автомобилей были либо атмосферники объемом 1,6 в разной степени форсировки от 90 до 110 лошадиных сил, либо 1,4 турбо с непосредственным впрыском топлива на 122 либо 125 лошадей, в зависимости от модификации двигателя. Саму модель компания обновила в 2017 году. В основном в плане внешности, но линейка агрегатов обновилась чуть раньше, летом 2015. Коробки передач, соответственно, механическая пятиступка, шестиступенчатый классический автомат и для турбомашин семиступенчатый робот. Привод у всех автомобилей сугубо передний. Наш сегодняшний экземпляр 2017 год, 1,6, 90 лошадиных сил, механическая коробка передач. Skoda Rapid довольно компактный с виду автомобиль. Габаритные размеры. Длина 4 метра 38 сантиметров. Ширина 1,70 метра. А высота 1,46 метра. Колесная база автомобиля 2,60. А снаряженная масса колеблется в диапазоне от 1100 до 1200 килограмм, в зависимости от модификации автомобиля. Что касается качества окраса, толщины локрасочного покрытия и склонности автомобиля гнить, здесь можно отметить следующее. Толщина локрасочного покрытия у Rapid в принципе стандартная для любого современного автомобиля. Диапазон от 90-100 до 130 микрон. Однако на этих автомобилях, равно как, например, и на фордах российской сборки, попадаются случаи так называемого утолщенного окраса с завода, когда весь автомобиль оказывается выкрашен в районе 180-200 микрон. При этом, если вам попался именно такой вариант, обязательно промерьте все кузовные элементы на автомобиле. Разброс показаний толщиномера в этом случае, несмотря на большие, чем привычно показания, будет одинаковый по всем элементам, а дверные проемы, например, будут окрашены также ровно вдвое толщестандартной толщины. Качество локрасочного покрытия у Rapid в целом очень даже неплохое по меркам бюджетных автомобилей. Да и в плане стойкости к коррозии слабых мест на этих машинах не так уж и много. Конечно, если они не были восстановлены после ДТП, что повлекло за собой нарушение целостности заводского покрытия металла. Наверное, единственный момент, который стоит отметить в плане кузова, это необходимость смотреть за частотой дренажных отверстий в дверях автомобиля. В случае, если дренаж окажется забит и внутри двери начнет скапливаться влага, вот оттуда со временем может вылезти коррозия. Но в целом, катастрофичных масштабов ржавчина на Rapid, как правило, не принимает. По традиции, обзор автомобиля внутри начинаем с багажного отделения. А багажник на этой машине поистине исполинских размеров по меркам компакт-класса. Его объем при поднятых спинках задних сидений 530 литров. И попадаем мы туда через очень внушительного веса и габаритов пятую дверь. Ширина багажного проема в данном случае 99 сантиметров по его верхней части. Если говорить про полезную высоту, то есть высоту до полки от полубагажного отделения, это где-то 57 сантиметров. Ну а если говорить про линейные размеры по полу багажника, то в широкой части ширина багажного отделения здесь порядка 108 сантиметров. Между колесными арками 99. Ну а расстояние от спинки сидения до заднего борта в данном случае порядка 106 сантиметров. Если же объемов этого багажного отделения в какой-то ситуации окажется мало, конечно, вы можете сложить спинки заднего сидения. К сожалению, ровный пол здесь не получится. Спинки сидения образуют довольно внушительный горб. Но при этом длина до передних кресел здесь становится уже 1,77 сантиметров. Ну а если удастся протолкнуть длинный узкий груз вперед до приборной панели так, чтобы он еще более-менее не мешал переключению передач, полезная длина возрастет до отметки где-то 2,30. Панели багажника Skoda Rapid отделаны не пластиком, а материалом напоминающим ворс. Здесь им закрыто практически все, включая заднюю сторону спинки сидения. Справа и слева в багажнике присутствуют карманы, куда можно поставить какие-либо баклажки, например, с моторным маслом, антифризом, омывайкой и так далее. Есть крючки слева и справа, на которые можно подвесить пакет, например, с левой стороны присутствует 12-вольтовая розетка. Ну а под фальшполом багажника мы обнаруживаем запасное колесо. Причем запасное колесо полноразмерное, а также набор штатного инструмента плюс дополнительную пенопластовую нишу, куда можно сложить какую-то мелочевку наподобие знак аварийной остановки, буксировочного троса и так далее, чтобы она не занимала место в багажнике. Что касается салона Rapido первого поколения, визуально здесь все напоминает более старшую модель Skoda Octavia, но чуть-чуть попроще в плане осязания. Концерн VAG всегда умел делать эргономичные автомобили, и в данном случае к эргономике тоже придраться достаточно тяжело. В принципе, посадку в этом автомобиле мне при моем росте 1,86 м удалось подобрать достаточно быстро, причем посадку реально удобную. Кресло этого автомобиля, несмотря на то, что машина бюджетная и вроде как простенькая, довольно неплохо спрофилировано. Здесь есть боковая поддержка, причем как на подушке, так и на спинке. При этом кресло в меру жесткое, но ровно настолько, чтобы не доставлять дискомфорта. Что касается диапазона регулировок, водительское сидение в данном случае можно отодвинуть еще дальше и при этом опустить вниз. В этом случае моя левая нога при выжимании педали сцепления будет почти полностью выпрямляться в колене. Ну а рулевая колонка имеет регулировку как по вылету, так и по наклону. Причем в хорошем диапазоне регулировка по вылету, надо сказать, здесь подпружинена. Это лучше, чем когда колонка падает вам на руки при снятии стопора. На этом решили не экономить. Сам руль здесь, несмотря на отсутствие какой бы то ни было отделки, в нашей комплектации он просто пластмассовый, довольно удобного профиля и сечения. Подрулевые переключатели расположены удобно, тянуться за ними не надо, все на месте и переключаются они без дешевых пластмассовых щелчков, что в принципе здорово. В нашем случае комплектация довольно простая. Здесь передние стеклоподъемники и электрические боковые зеркала, кстати имеющие функцию подогрева. Также здесь есть кондиционер, управление которым организовано при помощи удобных поворотных ручек и подогрева сидений. Клавиш немного, но расположены они удобно. Также у нас автомобиль на механической коробке передач и надо отметить, что переключение передач здесь довольно четкое. Ходы очень понятные, простые и ошибиться с включением передачи на этом автомобиле будет сложновато. По крайней мере на данный момент, когда кулиса еще не разболтана. Приборная панель автомобиля читаемая, простая, вопросов к ней нет. На панели самой мультимедийной системы также минимум кнопок и рукояток, меню понятное, да и в принципе самих функций здесь не так много. Что касается подстаканников, подлокотников, бардачков и прочих удобств, центрального подлокотника в нашем случае нет. Здесь только рычаг стояночного тормоза, никакой опоры под левую руку у водителя нет в принципе. С левой стороны опора под локтем есть, причем расположена ровно там, где она в принципе и должна быть. Бардачков, подстаканников и мест для хранения в автомобиле не так уж и много. На центральной консоли внизу у нас есть два углубления, один небольшой кармашек с прорезиненным основанием и подстаканник, причем рассчитанный на стакан очень небольшого сечения. Также здесь у нас бардачок, причем довольно-таки объемный на самом деле по меркам компактных автомобилей и в дверных картах внизу у нас также есть длинный карман, плюс ниша отформованная под бутылочку либо под стакан. Что касается обзорности в автомобиле, по части обзорности вперед вопросов в принципе нет, боковая линия остекления здесь довольно низкая, но при этом имейте ввиду, что капот вам будет не виден практически при любом положении кресла. Что касается боковых зеркал, в данном случае они сугубо достаточны и не более того. Небольшая площадь самого зеркала плюс зауженная к краю форма. Ну а с обзорностью назад у автомобилей не оборудованных камерой заднего вида либо парктрониками на самом деле есть проблема, которые обычно не имеют машины в кузове хэтчбэк или универсал, заканчивающийся практически сразу за задним стеклом. В данном случае помните про то, что сзади у вас довольно приличный свес и багажник. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается места на заднем ряду Rapido, здесь на самом деле довольно таки неплохо. Можно было ожидать от автомобиля меньшего. При росте метра 86, усевшись сам за собой, я не достаю коленями спинку переднего сидения. Места для ног внизу здесь также довольно много. Причем в отличие от Kia K5, на которой мы делали обзор совсем недавно, здесь есть куда девать ступни. Они не упираются и под сидением присутствует довольно таки неплохой запас пространства. У задних пассажиров нет никакого центрального подлокотника в данном случае. Сидение практически эталонно плоское. Это касается как подушки сидения, так собственно и спинки. Наклон более-менее удовлетворительный, место над головой хоть и немного, но все же есть. У задних пассажиров в нашем случае из удобств только небольшой кармашек, да подстаканник, рассчитанный на один маленький или также один большой стакан кофе. Внизу дверных карт присутствуют углубления под небольшую бутылочку и кармашек, ну а стеклоподъемники в данном случае механические. Причем у Рапидов этой генерации стекло опускается внутрь двери полностью. Что касается двигателей, под капотом Шкоды Рапид на российском рынке могли располагаться моторы следующих разновидностей. Это либо 1,6 атмосферник, либо 1,4 с турбонаддувом. Причем для автомобилей, выпущенных до лета 2015 и после, эти моторы будут разных модификаций. На дорестайлинге стояли двигатели старой серии EA111. Если говорить конкретно в индексах, то это для атмосферника CFMA. Этот мотор можно было обнаружить также под капотом Volkswagen Polo. Рядная алюминиевая четверка с чубунными гильзами без фазовращателей, с цепным приводом газораспределительного механизма и обычным распределенным впрыском топлива на 105 лошадиных сил. Этот мотор сам по себе довольно неплох и надежен. Ресурс его довольно большой, более 300 тысяч километров пробега. А в некоторых случаях такие машины в такси выхаживали и свыше 400 тысяч. Причем совершенно спокойно. Единственный момент, который стоит отметить, именно эти старые дорестайлинговые четверки отметились компанией, отзывной компанией по замене поршневой группы. Дефект этих двигателей связан со звуком. Эти моторы имеют свойство стучать, причем стук этот появлялся на пробегах уже относительно небольших, но и раз до сотни тысяч километров. Связан он с конструкцией поршневой группы. Здесь очень короткие юбки поршня, которые допускают перекладку в верхней точке. И при осмотре подобного двигателя с большим пробегом при помощи видеоэндоскопа вполне можно увидеть следы от поршня в точке перекладки. Также на этих моторах не является беспредельным и ресурс цепи ГРМ. На некоторых машинах она могла запроситься на замену до пробега в 150 тысяч километров. На ресурс цепи, как и в целом на ресурс всего двигателя, будет иметь влияние, во-первых, вязкость выбранного масла, а во-вторых, интервалы его замены. В данном конкретном случае, чем чаще, тем лучше. Интервал замены желательно подсократить хотя бы до 8 тысяч. Также ряд владельцев автомобилей сталкивался с растрескиванием выпускного коллектора, который на этих моторах, в принципе, меняется на более прочный неоригинал. На автомобилях после 2015 года этот мотор был заменен на двигатель нового поколения, относящийся к семейству ЕА-211. Маркировка атмосферника CWVB или CWVA. В зависимости от степени форсировки. Отличаются они, по сути, только прошивкой. В нашем случае машина на механике двигатель выдает 90 лошадей. Было бы на автомате, было бы 110. Конструктивно эти новые моторы тоже алюминиевые четверки с гильзами, но довольно интересные конструкции головки блока цилиндров. Головка блока цилиндров на этих двигателях развернута на 180 градусов, а выпускной коллектор интегрирован прямо в нее. Впрыс топлива тоже самый обычный распределенный, но уже стоит фазовращатель на впускном распредвалу. Плюс ременный привод газораспределительного механизма. Интервал замены ремня около 120 тысяч километров. Проверка состояния должна осуществляться реже вдвое, а раз в 60, это если говорить про оригинальные запчасти. В случае обрыва ремня клапана этот двигатель гнет. Визуально отличить более новый двигатель под капотом Рапида можно по большой площади надстройки впускного коллектора. У этих двигателей также есть гидрокомпенсаторы, поэтому регулировкой клапанных зазоров заниматься не придется. Данные мотора серии CWVA по первости отметились довольно-таки неприятной особенностью в виде масложора. Но в данном случае повинны в этом, как правило, были маслосъемные кольца, тонкие и чувствительные к затягиванию с интервалами замены масла. Тем не менее, на моторах более свежих концерн ВАГ вроде как с проблемой разобрался. Также на более новых четверках применяются и свежие инженерные решения, такие как, например, единый узел, объединяющий в себе два термостата и помпу, причем в пластиковом корпусе. На пробегах свыше 100 тысяч километров эти компоненты могли попроситься на замену. Печально то, что менять в данном случае придется весь узел в сборе. Стоит он довольно-таки недешево. Правда, в случае, если вы обнаружили протечку, не спешите выбрасывать старый узел и бежать в магазин за новым. Вполне возможно, дело обойдется с заменой прокладки. В случае, если не повезло, протечка будет связана с появлением трещины на пластиковом корпусе. Куда более редкими на вторичном рынке являются машины с турбонаддулом. Объем таких двигателей 1.4, они тоже относятся к разным семействам в плане поколений. Более старый двигатель CAXA выдает 122 лошадиные силы. И вот эти двигатели с цепным приводом газораспределительного механизма и непосредственным впрыском топлива как раз-таки и отметились в свое время довольно крупной и скандальной отзывной компанией по поршневой группе. Более современный вариант турбомотора на 125 лошадиных сил носит индекс CZCA, и он как раз-таки уже подобными бедами не страдает. Конструктивно он повторяет мотор CWVA в плане развернутой на 180 градусов головки блока цилиндров и интегрированного выпускного коллектора, но плюс еще и турбонаддув и прямой впрыск с ТНВД. Соответственно, двигатели 1.4 имеют солидный крутящий момент, но использовать на таких машинах низкооктановое топливо у вас уже не получится. Минимум 95-й, а то и 98-й бензин. Хотя в целом в плане надежности турбоагрегаты также способны проехать и 250 и по 300 тысяч километров, но все будет зависеть от обслуживания, а масло на турбомоторах менять придется чаще, раз в 5000 километров. Что касается коробок передач, если мы говорим про атмосферные моторы, такие машины могли комплектоваться либо 5-ступенчатой МКПП, либо 6-ступенчатым классическим гидромеханическим автоматом японской фирмы ASIN. Автоматические коробки в данном случае выглядят гораздо предпочтительнее с точки зрения надежности. Во-первых, достаточно менять масло в этой трансмиссии раз в 60-80 тысяч, чтобы в принципе не испытывать каких-то проблем. Автоматы на этих машинах выхаживают под 300 тысяч километров. С механикой вопросов может быть больше. Ее конструктивная прочность, скажем так, здесь на грани достаточности. У водителей спокойных, которые умеют пользоваться механической трансмиссией и не путают Rapid с болидом Formula 1, не используя машину для светофорных гонок, коробка будет жить достаточно долго. Правда, опять же, при условии регулярной замены в ней масла. Ну а если водитель привык ездить активно, в некоторых случаях МКПП может и огорчить как выходом из строя подшипника дифференциала, так и хрустящими синхронизаторами. Что касается механизма выбора передач на механической коробке, в данном случае на пробеге 100 с небольшим тысяч все включается эталонно четко, без каких-либо дополнительных усилий. Но если вы смотрите Rapid на механике, где переключение передач вызывает некоторые вопросы и затруднения, то как минимум готовьтесь обслужить механизм переключения. А как максимум разборки и мешательства потребует уже сама МКПП. Что касается коробки, работающей в паре с двигателями 1.4 Turbo, этот DQ200 – семиступенчатый робот типа DSG с двумя сцеплениями, причем сцеплениями сухими. Ресурс этой коробки будет конкретно зависеть от режима эксплуатации автомобиля. Если вы ездите в основном по трассе и мало толкаетесь в городских пробках, можно сказать, что DSG у вас будет жить практически вечно. Но если вы используете автомобиль в условиях ежедневной городской толщины, будьте готовы к возможности обновлять сухие сцепления в этой коробке раз в 80-100 тысяч километров пробега. При эксплуатации машины с DSG помните некоторые рекомендации. Такие автомобили нельзя удерживать в пробке слегка нажатой педалью тормоза. Электроника на борту должна четко понимать, что вы стоите, чтобы сбросить коробку на нейтральную передачу. Определить, произошло это или нет, можно по тахометру. Если обороты коробки слегка приподнялись, коробка включилась в нейтраль. Если обороты остаются низкими под нагрузку, значит машина держится на месте за счет сцеплений. И при таком режиме эксплуатации долго они, конечно, не проходят. Также в случае, если вы ползете в пробке и это движение очень медленное и довольно продолжительное по времени, включите первую передачу в принудительном режиме. Так вы тоже сбережете ресурс трансмиссии. Ну а перед тем, как посмотреть наш коду РАПИД снизу на подъемнике, давайте поговорим про животрепещущие, про дорожный просвет. По каталогу производитель заявляет клиренс 170 мм. Но если мы вооружимся рулеткой и замеряем расстояние от поверхности земли до низшей точки, которая в данном случае будет пластиковая грязезащита, то обнаружим, что до этого самого пластика от поверхности земли не более чем 12 см. Так что имейте в виду, что пропускать между колес высокие препятствия на этом автомобиле крайне не рекомендуется. Зато под передним бампером у нас те самые 18 см. Так что вот парковаться к поребрикам на этом автомобиле, в принципе, можно смело. Расстояние за передним колесом до порога и того больше порядка 20 до поддомкратника 19. Расстояние до порога в задней точке кузова 23 см. Но ниже этой точки есть, например, крепление балки с элементблоками. Это 18 см. И еще ниже висит трос ручника 17. Ну а в задней части автомобиля расстояние до кромки бампера это 27 см. Что, в принципе, довольно неплохой показатель. Даже с учетом на пару сантиметров ниже свисающей выхлопной трубы. Так что с проходимостью автомобиля, в принципе, все в порядке. С поправкой на то, что мы намерили, под защитой моторного отсека. Что касается подвески Rapido первого поколения, стоит отметить два момента. Первый, эта подвеска конструктивно простая. И второй момент, она очень мягкая по меркам седанов B-класса. Поэтому какой-то спортивной рулежки от этого автомобиля ждать абсолютно не оправдано. Что касается конструктива, передняя подвеска в данном случае позаимствована у компактного хатчбека Skoda Fabia. Это классический Макферсон. Шаровые опоры в данном случае у нас крепятся на болтах. Поменять их можно отдельно от рычага, и это есть хорошо. Что касается ресурса компонентов подвески, в целом Rapido не отличаются какой-то хлипкостью. Здесь все способно отработать за 100-120 тысяч километров пробега. Рулевая рейка, наиболее дорогой элемент любой ходовой части, у Rapido электрогидравлическая. Но, тем не менее, каких-то проблем, опять же, на пробегах 100-150 тысяч километров рейка не приносит. В случае, даже если появляется небольшой стучок, как правило, проблема очень надолго решается подтяжкой. По большему счету, при осмотре подобного автомобиля снизу каких-то специфических мест тут не будет. Обращайте внимание на сухость на стыке двигателя коробки передач, а также на то, чтобы у вас не бежали сальники приводов. Это касается как автомобилей с механикой, так и автомобилей с автоматической коробкой передач. Ну и, конечно, обратите внимание на то, чтобы сам двигатель у вас был сухой, без следов масла, по стыку головки блока цилиндров, самого блока, ну и в случае с цепными моторами, без запотевания или течи масла по лобовине. Что касается задней подвески Rapido, здесь конструкция простейшая, подвеска зависимая, то есть обычная балка, сайлентблоки балки, которые вряд ли побеспокоят вас до пробега 1250, и втулки на амортизаторах, которые вы до этого пробега, скорее всего, уже успеете поменять вместе с самими амортизаторами. Задние тормоза в данном случае барабанные, так что если вы покупаете машину с большим пробегом, на всякий случай осведомитесь у владельца, когда он обновлял колодки в заднем тормозном механизме. Топливный бак в данном случае у нас пластиковый, гнить не будет, и то же самое касается, в принципе, заливной горловины. Она тоже пластмассовая, соответственно, вопросов по коррозии здесь быть не может, в принципе. Таким мы увидели сегодня автомобиль Skoda Rapid первого поколения 2017 года с мотором 1.6 на 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. Если у вас был или есть до сих пор подобный автомобиль, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть в чем нас дополнить и в чем нас поправить, укажите все это в комментариях. Людям, выбирающим себе подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Ну, а если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, узнать наличие этого автомобиля, а также цену и все интересующие дополнительные моменты, можно, воспользовавшись контактными данными в описании под этим видео. Нажимайте развернуть описание и смотрите контактный телефон. Пишите, звоните. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!